Мама, можно в школе не переобуваться? Ну, наверное, не надо переобуваться. Как вы будете красивые пришли, переобуетесь. Всем привет! Всем привет! В этой школе ходить? Ну. А, сейчас я возьму свою. Саша ни в какую не захотела юбку одевать. Нет и все, бесполезно. Мам, а не в эту не надо одевать? Надо ветровку одеть. Я же положила. Думает, что она такая. Я одену колготки. Платье короткое. Ну, ладно. Пойду ей ветровку принесу. Мама, пойдем не назад. Назад только пристегнись, да. Назад. Стопа на школе. Кто? Кроссовки. Подожди. Кеды на физкультуру. Че? Кеды на физкультуру. Не забыла? Ты все время их домой тащишь. А. А ты что в кроссовках? У тебя же новые есть. Да я в них в школе буду, мама. А я, короче, сейчас кроссовки даю. Там перерабуюсь. И потом буду я в спортивные. У вас два кроссовки на пять. Не хочу тащить с собой кроссовки еще. Жень, а где твои? Ай. Женя. В школе. Я же не в школе ходила. Господи, Женька, высморкайся и иди. А салфетку дай. Вон в машине есть салфетки. Женька, он мешает. На, Тома, одень. А в школе в этих ходить? Да, да, да. Тома, вылези, пожалуйста, я тебя побрызгаю. Ох, целый час собираемся. Туда-сюда, туда-сюда. Сейчас вам картошку доставать. Давай в стол уберем. Да, он не мешает. Под паласом как грязно. Убрать бы его, конечно, но я, блин, не люблю, когда без палас. Тогда вообще надо пылесосить пять раз на дню. И мыть полы. Всем привет. Завтра больницу на уйти. Только надо записаться позвонить. Нормально? Да, с ньючика. Я с ней хожу в садик. Очень удобно. Телефон и камеру положил. О, давай, убейся еще. Еще отправим. Сейчас посмотрим, что-то картошка там у нас. Там капец ей. Помочь тебе? Иди, Димка. Сейчас позову. Ну, пусть поможет. Подожди, пап. Ой, у меня стирки. Ну, тут новая стираем еще. Ополаскиватель. Что там по Диме на работе поехали? Боготом. С нас, Димка. Мама, нет дома. Мам, оба мешка вытаскивай. Последние два? Конечно, оба. Куда их на улицу? Ну, ну. И ежики. О, какие. Дим, ты вот сюда, где там, вон, где малина кинель, вон там, где стоит эта ванночка. Я там сейчас все выдергаю. Поэтому мы нынче побольше картошки посадили, потому что нам не хватает картошки. Пологорода нам мало. Вот все, май месяц, мы без картошки. Приросло? Как-нибудь дергай. Надо будет... Мы белим потом там все, вычищаем, белим погреб. Первый год жили, вода стояла прямо до верха. Потом Вася все исправил, воды у нас теперь нет. Подождите, вместе утащите. Срослось все. Стой, стой, стой. Все, больше нету там картошки? Как в фильме ужасов. Я взяла. Так, все, сейчас все приберу. Проснулся, бегал тут только что. Вон он. Ты что там? День с ночью попутал? Пухель, ты попутала? Маленькая? Сидит тут. Так, пусть пекает. Так, искали, открыли. Ничего не вмещается нигде. Все шкафы открытые. У меня готов суп. Обычный, легенький лапшинский суп. И принесла я горох. Давным-давно горошницы не делала. У меня уже Алина. Мам, сделай. Я говорю, ладно. Дети апельсины со школы таскают и ни одна не ест. Я уже 7 штук заморозила. Хочу сделать, знаете, вот по интернету ходит, там натираешь на терке. И получается типа фанты. Вот, 8 штук заморозила. Эти надо как-то их скормить. Сейчас пойду белье развешу для начала. И потом сварю горошницу. И вот Света привозила молоко. Нет, привозила Лариса. Света вчера привозила. Оно стоит в холодильнике. Вот видите, полное так и осталось. То бывает, да раз выпьют, то никому не надо. Вот полностью все скисло. И сметана еще целая так и стоит. То ли спечь надо что-то, то ли что. Вот нам коровы как бы вообще, ну никак. Плохо дети пьют молоко, сметану это едят. Салаты делаю, все хотят с растительным маслом. Ну вот с каким-нибудь, сметану не едят. Надо что-нибудь испечь. Вот у меня за сегодня третья стирка. Еще будет четвертая. Но я подожду девчонок, все придут со школы. Я белое постираю. Картошку еще не ставила варить куром. Папа у меня пришел, пообедал. Поставила я творог. Как я делаю творог, вот вылила и на, прям на самую-самую маленькую поставила. И вот будет стоять. Главное не довести до кипения. Нагреется, видно, что она отойдет. Перемешаю раз-два. И у меня закипела горошница моя. Соль, перец и лаврушка. Больше ничего. Вот убавила. Сейчас уже время засекла. Еще немножко убавила. Он будет потом так вот тушиться, типа того. Вася уже поехал за детьми, за младшими. А у меня вот эта куча белья надо сейчас разобрать. Сначала по кучкам все. А потом разнесу каждому свое. Начала уже немножко. Дома еще как бы не прибиралась. Полы там помыла только. Но надо везде попылесосить. Вчера не пылесосили, грязно кругом. Саня сегодня у нас пошла без очков. Утром собирались, забыли совсем. И забыла о нас свой пенал вот этот. Написано Сашин пенал. Не брать. А клов Насте можно. Подружка, видимо, ее. А клов Насте можно. Забыла, в общем, сегодня. Как училась, не знаю. Вот такой мне акулия сила. В аптеке предложили. От отечности, усталости и охлаждающий эффект. Он, кстати, вообще мне нравится. Я иной раз уснуть не могу, как у меня ноги горят. Особенно пальцы. А вот ничего, помажу, прям хорошо-хорошо разотру. И все, нормально засыпаю. У меня тут раз никого нет. Конечно, одноклассники играют. Так, Дарина, поехала кататься. Шапку не забудь. Надо пойти купить тебе. Я пока с ней черную одену, это же моя кепка. Женька ее к себе загробастала. О, даже большая она. Как она ему ем, может быть, нормально. Значит, у вас размер головы одинаковый. Вот, нормально. Так много волос вылазит. Ну, вот, не ходи без кепки. Надо Женьке купить. Это твоя, раз твоя. А Женьке купить. Надо хвостик пониже сделать. А у меня высокий. Да, все. Ты специально делаешь, чтобы челку захватывать, да? У меня на физкультуре сделала все высокие, чтобы не мешалась. Так, папа поехал за Томкой. И заодно за уровнем. Не могут начать обшивать дом. Я всем приду. Ну, потому что баня у нас. 7-8. Ну. Я все. Ну, поэтому как раз. Настя повезла детей в музыкальную школу. Мы вчера не были. Она сказала, чтобы сегодня пришли тогда. Вот, Алина уроки делает. Я уже отправила. Слышь, мам, она небольшая все равно. Ну, меньше. А там такая неудобная кепка, там, закрепки. А потом расстегивается. Так ты уроки сделала? Да. А нам не задавали, но мы русские уже весь дали. Вот только сказали, будут сейчас контрольные, всякие проверочные. Какая у меня вообще неудобная, она с мат. Когда меньше делаешь, но потом это... Какая из тебя это? Ну, Женька же как-то носит. Ну, я в том году нормально носила. Так она мне мешает. Ну ладно. Скрылась такая. Нет? Нормально. Сюда не будет голова. А если солнце сильное будет? Белье собери, потому что мне развешивать некуда. Али. Ну, надо выбросить. С папкой не знают, за что хвататься. Дома вшивать надо, дрова кидать надо. Здесь вот все тоже убирают. Вот это все сейчас уберем, сюда дрова сложим, да? Да. Да, тут железо наложено. А железо, металолом сдать, ну и как? Ну, они же даже на дам приезжают. За рубль в килограмм. За рубль? Один рубль. Да. Так ты ж соседу все отдавал. Так отдай ему дальше. А где ты это все взял, скажи мне? Вот это все эти железки с бани, с потпола достал. Часть это из дому, с потпола. Вдруг здесь сотки три наберется. Вот тут расчищал. Ты хочешь бизнесом заняться? Давай, давай. Вот тут иди к курятнику, тут хлам разгребал все это железо. Мальчишкам отдай. Не, 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 не. Че? Каким мальчишкам? Нашим. Ну, они в металон. Ладно, не буду отвлекать. У меня там последняя стирка. Да? Корги? Титяк прям на Гольге походе. Мальчишка. Попозже. Дарина придет с тобой погулять. Дарина уехала кататься. Уроки не задают она. Мама, можно, конечно, езжай. На баню потом приедет. Привет. Привет. Два получила. Ну, ты села в школу. А-а-а! Это Карина у нас попалась. Что у соседей? А-а-а! Попала. На лавке. Сейчас посмотрим. Мам! На. Вот как они учатся? У них в одних пачелях пусто. Только дневники от рисования. Ты учитель, что ли, у них? Нет, я мама. У меня учитель звонил. О, понятно все. Что не занимается, а рисует. Угу. А где ты, Анночка? Анна с Олекцией играет. Так, пойду щебенку мелкую закажу, да? Да. Ну все, пойду. Я у нас этот, мозговой центр. Папка, закажи то, закажи это, скажи то, скажи это. Пойду я. Настя швабрай. Надо нам покрасить. Знаете, нам один зритель написал тут покрасить. А вот сколько живем, у меня даже мысли не появилось, что-то тут красить. И я сегодня только на смотри обратила внимание. У нас неправильно обшито. Вот сюда убили ролики. Ты видала? Поленится наша. Одно так, одно так. А мы живем, даже не замечаем. Папа говорит, надо все под одну прошить, тогда покрасить. У нас ремонт не останавливается, поэтому как-то и не знаешь, как что лучше. Женька, иди высмаркайся. А, мам, если я плохо посмаркиваюсь, я не могу больше посмаркиваться. А где Алина? Эй, в городе. Смешною. Смотри. Алина! Начали обшивать. Вот сначала... А где Сережа? Сережа, давай маячки. Сначала маячки поставим, потом уже будем железо заказывать. Везде все вырезать придется. Ну ладно. Похоже мы с папкой решили это... железом обшивать. Смотрите, Малина хочет отлетать уже. Жара такая, конечно. Все, она каталась. Настя никого не пускает. Мне самое главное покрасить бы пол. Настя, помой дверь. Я каждый раз смотрю и каждый раз забываю вам сказать. Это как дождь у нас идет, все открывают. ногами. Мама! Тогда мне новую кепку покупать будут. Дарина мою уже забрала. Может завтра, доча. Доченька, дай это ей. А сейчас мы... Дарь, ну подожди маленечко тут посиди. Пусть правда высохнет. Мама, сейчас мы новую кепку не можем купить. Все закрыто. Я буду сейчас в белье развешивать, делаю. Много закрыто. Ну потому что поздно уже. Че? Анташа, включи свет там, пожалуйста. Че вы там с меня уйдете? Да над мамкой что-то, наверное. Мам, мне еще одна сиянька. Съешь, съешь, съешь. У нас Антона все потеряли. Вот поэтому я говорю, надо ее снять, что ж не теряли. На, 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 на. Оделась, потому что у нас там комаров капец. Я сегодня пыталась ополоть, но у вас там вообще капец. В общем, не смогла я ничего делать. Просто сжирают нафиг. По жаре буду ополоть. По-другому никак. Все, Алина с Антоном гулять пошли. Говорите тогда пока. Мне тоже еще вот эти странички. Мне мама одна станичка. Папа рассердился, заставил читать. Целый день только в телефоне сидят. Еще одна станичка. Я с вами это просто не доиграла. Никаких ваших времен. Все, говорите пока. Всем пока-пока. Молодцы. Дружненько. Хотела немножко еще отвлекусь. Челки подстричь Саше и Томи. Забыла совсем перед баней. Мешает, мне кажется, все равно. Сашенька так хорошо, когда крутенько подстрижь. Мам, я хочу вот так, чтобы вы вот так подстригли. Как будто на бок челка. С легким паром, Далиночка. Ну вот так хочу, чтобы ты подстригли, чтобы вот так. Саш, ну так некрасиво. Ну а что, Алинка, когда маленькая была, 4 года, боком всегда стригли. Ну тогда мода была такая. Нет, она-то хочет его вот так сюда укладывать. Я говорю, как, я не знаю кто. Доцент какой-то. Вот так. Волной хочешь? Нет, вот так хочу. Да так некрасиво тебе, доча. Вот так красиво. Так, ладно, все. Всем пока, всем удачи. Она хотела еще волной вот так. Так, ну девочка-кота.